я я вижу вот этот набор продуктов я не знаю как можно вообще совместить это что это в языках художественный натюрморт из продуктов для рыбного тортика это такое как бы знаешь удивить ее вечером выпендриться на самом деле это хороший бутерброд но если вы его ведь делать в виде тортика да то тогда тут уже дать элементы какого-то вечернего вечерние еды знаешь подороже видишь тут креветки королевский ум не лежат и чё и красная икра видишь то есть для себя я покажу как для себя сделать расскажу так с утреца пожрать наперед за ну завтра или как сделать такой праздничный тортик чтобы там когда у тебя шампанское свечи презерватив в кармане 2222 до 3 под на всякий случай там еще у соседа ты знаешь у него всегда есть вот я щас прежде всего сделаю из сайры галимая сайра галимая но я люблю сайру между прочим хорошая рыба вот так каждый день не будешь есть как фастфуд нормальная рыба сейчас я сделаю спред это что-то такое такое то что намаз намазу мазилка вот ты уже с утреца мой свой спред себе на нахер нахер он нахер нам положить на хлеб положить нахер миска сайра я из нее сок уже выбил немного зеленого лучку хотя если ты для себя то можно и красного лучку сырого туда нашинковать да потому что он менее такой злой знаешь как и будет неплохо вот этот домашний майонез но не обязательно домашний можно и коммерчески но это действительно домашний майонез мы с тобой его делали еще будем делать не раз чтобы те напомнить чуть-чуть да не забуду мать родную какие-то скобки тут высокохудожественные валяются на этих баночках скобка знаешь тоже должна быть высокохудожественным вставляем вставь мне пожалуйста мне пожалуйста блендер я сейчас значит сделаю я разобью сейчас это да более-менее однородную такую замазку как зубы сверлят да прекрасный разводе или пила нет нет да это это такая хорошая вкусная замазка вот уже на завтрак ты можешь взять это такой практический до совет на каждый день в смысле ежедневного какого-то завтрака сегодня ты съел яйцо завтра омлет там сосиску а другой день вот так вот можно просто взять на кусок хлеба я люблю на черный хлеб и люблю сверху еще немножко зеленым луком посыпать или я буду со сладким чаем между прочим съесть такой хороший бутер да но сегодня будет по-другому сейчас смотри что я сейчас сделаю вот это у меня будет платформа для сбора тортика доска доска значит да кстати говоря тостовый хлеб всегда хорошо ёб твою мать отжарить включить надо да значит я его сейчас поджарю ну пока я чё могу сделать пока я могу например взять огурцы поработать с огурцами пока у меня жарится тостовый хлеб я люблю огурец грешным делом чистить не до конца вот так через раз полос полосочку да я люблю так огурец почистить а я могу еще сейчас сварить креветки они же сырые у меня понимаешь так вот я сейчас их просто вот так вот но это королевские можно взять и меньшенькие есть уже замороженные вареные между прочим их не нужно варить и достаточно просто разморозить кипяток у меня на кухне всегда есть ты об этом знаешь что он всегда пригодится я сейчас их сварю но не переварю я королевские креветки признаться не перевариваю у меня есть пинцет всегда вообще удобная вещь заслуживает отдельного какого-то анализа отдельно показать как он работает в данном случае когда мне свариться креветки я буду их просто вынимать пинцетом поворотской пинцет его обычно когда носишь передних ты же завязываешь его на животе на тесемочке вот так раз его на тесемочке он на тебе вот так висит постоянно по яйцам где-то когда-то полива почесывает тебя и троих минут ты прав по яичкам ну просто бывает такая фраза чтобы по яичкам но не вкусно звучит понимаешь там поэтому другой ситуации другой ситуации тут я бы сказал так что вот куриные яйца нельзя называть яичками а наоборот а до а яички можно называть яйцами вот это это окончательное правило уже работы с яйцами креветки да я не книг ни в коем случае не переварю надо чтобы они поварились нужное время да ты знаешь минуты две всего да очень важно чтобы они такие были хрустящие в смысле сочные полновесные от как хорошо отжарил я да все завершающие циркул на хлеба на смотри вот это тортик здесь есть одна хитрость здесь есть одна хитрость я хочу чтобы этот тортик когда его понесу я не дай бог знаешь там выпью рюмаху с девушкой то если я девушки делаю тортик я же должен для смелости выпить заранее нахер вместе пить это говно это красное вино выпендриваться дешевая дорогого не куплю я-то дарю маху водки хлопну а когда я выпью хлопну когда я пойду с этим тортиком он у меня может по доске поехать потому что я же уже кривой поэтому чтобы только по доске не поехал не ездил мало ли я движение все креветки готовы я и сейчас под холодную воду так чтобы они просто проливались так я его должен приклеить к доске чтобы он не ходил по доске чем майонезом ну не не бфом же и не моментом же смотри что я сделал я наношу на доску просто кусок майонеза порцию майонеза да и теперь раз видишь главное чтобы верх нижний не ехал по доске здесь все равно же будет майонез у меня а теперь смотри вот спред он вкусный между прочим уже вкусный я его сейчас вот так раз распределю как раз распредаю 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 это знаешь такой сленг есть на брайтон бич там же все живут как бы из советского союза из россии английский они по-английски плохо говорят но америка все-таки у них такой суржик появился там на смесь склоняют спрягают он там говорю вот я сейчас стоят за спредают там но самая любимая моя фраза это в магазине там-то все вывески на русском языке в магазине на брайтон бич но все-таки это америка поэтому там продавщица можете сказать наш колбасу там колбаса там ты там знаешь чтобы тебе нарезать там она тебя спросит вам колбасу послайсить или возьмете писем вот я всегда группе я люблю очень писем вы узнаете да дайте мне писем писем хочу да иди в общем иди отсюда списом то есть иди с миром потому что пис по-английски это и кусок и мир иди списом вот теперь смотри я наклеиваю 2 так еще один слой это тортик чувак да да это тортик третий слой ты знаешь сдается мне что и 4 пойдет я поэтому сейчас видишь у меня на всякий случай 4 был пис хлеба 4 4 лапис это слайс наверно да это не кусок да вот сейчас мы с тобой уже вместе будем делать такую тонкую ты понимаешь как ювелирную работу я даже сейчас возьму шпатель ну это это не совсем шпатель у кондитеров есть реально шпатели которыми они раскладывают знаешь крем и у меня есть лопатка но я ее называю шпатель потому что она ровненькая и гладкая мастерок такой да вот мастеров такой она мне эта лопатка нужно будет сейчас а смотри я пока сейчас значится еще еще слой до спреда высокое сооружение ну тут надо учитывать размер раскрытия пачки наверно девушки она там не ну торт же всегда часто торты тоже будут достаточно высокие пачки девушки тоже его не укусит поэтому это нормально это можно как-то уже резать будет понимая считаю что нерационально выбирать себе девушку по размеру рта ну зачем посмотри какая красота тостовый хлеб вообще плохой хлеб когда его поджарить он хоть как-то становится хоть ничего а так то это конечно абсолютный поролон такой говенный нет это специальный такой хлеб легкие очень в нем нет веса потому что в нем муки собственно нет почти нет значит так теперь я буду немножко его замазывать ему бортики это будет настоящий вот так я ему видишь заглаживаю края и немножко сейчас засру тут доску конечно эту высокохудожественную но потом мы как-то будем маскировать вот мы сейчас пока заделаем вот так вот борта и завершающий бортик здесь не нужно очень аккуратно сейчас будет понятно почему это делать главное немножко нанести майонез на боковые стенки теперь я беру свою любимую мандолину мандолину лина мандар сейчас я проверю мне нужны тонкие тонкие слайсики слайсики до которые не стыдно взять писем а теперь колеса я сейчас вот так буду клеить на майонез печь майонез у меня как клей здесь ходит а теперь а теперь познание наших операторов бездом если есть какой-то вопрос чё ты не знаешь может в этой жизни обращайся жили ты же объяснишь все мы не объясним мы просто запоминаем то что нам слышим випикедия а випики випикедия знаю знаю что такое випикедия это они так теперь мы здесь закроем немножко шинкованным укропом оттяни да и немножко петрушки сейчас я возьму еще немного сейчас я возьму петрушечки и мать вот так нарублю умеренько вот эти места промежутки до высоко художественно вот так заклеиваю а тебе я сейчас попрошу просить пинцетом это серьезная работа у тебя моторика еще хорошая тремора нету уже а ты сейчас пинцетом будешь наносить узора немножко перца розе вот этим да то есть вот так в крышечку в розе ну чтобы это выглядело вот так понял немножко вот так бессистемно понял такими надо вот штучками маленькими короче вот нет он такой очень гуманный он приятный очень он не жгучий возьми попробуй что-то как целка валдайская стоишь тут у меня острый не острый возьми попробуй сыпаний ты же ешь так а видишь какая красота у тебя получается ну все блин он очень приятный к рыбе вот я сейчас доску высокохудожественную немножко начну вытирать даже не знаю кто достойно какая достойно такого это ты себе делаешь тортик это она заслужила тем что днем раньше тебе сосисок поджарила еду ее на мать и считаешь что это подвиг в кожуре прям в кожуре когда варят сосиски это жесть мне кажется а что без кожуры что надо варить сосиски ну смотря какая кожура если это полиэтилен мне кажется надо снять нет надо варить в нем а потом снять конечно вот видишь ты сам все сказал процесс вот хорошо как так еще есть да еще один бортик остался завершающий бортик да да форму их начинает без без кожуры раздувать сильно я набор с этим чертят для детей кого делаешь ну все для детей все осьминожки осьминожек да только они и так мне кажется наши сосиски они как осьминожки сразу как щупальца я бы даже сказал такие так я сейчас немножко нанесу уже майонеза наверх заровняю верхний сэндвич верхний слой хлеба повторяю ребята это домашний майонез теперь теперь я берусь за яйца беремся за яйца беремся за яйца я сейчас разложу на наверху тортика яйцо понятно что я его разложу нарежу вот так посмотрим может быть здесь желток поярче будет да вот так вот так вот так вот так вот так вот так волшебства происходящего и вот так видишь я разложил яйцо по какому то закону да теперь непростому я должен сюда положить вот эту малосольную уже семушку семушку но я сейчас ее вот так вот еще тоньше не хрен девушки много семушки жрать должен быть хорошим вот я сейчас семушку закручу розы ну каким то подобием розочки розочки на торте должна быть розочка красота для моей красавицы да вот так три розочки я сделаю больше ему не съесть как это у кого это было у чуковского по-моему про слона или у маршака да я все время путаю да 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 про калоши да да про калоши калоши это про крокодила там что-то вот так про татошу и кокошку там что-то смотри да три цветка теперь поехали за креветками креветки креветки еще креветку я креветочку сейчас чищу полностью а дым креветка наверное три креветка почищу для девушк тоже я не знаю что она должна купить пополам вдоль ну слишком просто будет большая она да я сейчас вот так буду укладывать на уже свободные места вот тут на бочке на краешек положу да вот так вот закрою фигурами завитками если бы креветки они знали как красиво они бы лучше себя вели после смерти они бы да они бы даже не загибались вот так они прямо вот так готовились не когда они загибаются это красиво между прочим что они вот так вот загибаются изгиб креветки как-то нежный вот креветочки я положил ну и теперь а где у меня маленькая ложка последние штрихи а еще икра маленькой ложки у меня нету маленькой ложки я возьму большую не страшно икорки вот такими кучками сюда пойдет еще кучками икор а его надо подержать в холодильнике его можно есть сразу не обязательно я в шоке как икор сказать нечего ну теперь только надо немножко все-таки получше сейчас почистить знаешь тут вокруг чтобы доска была чистая но мы сейчас мы можем немножко прикрыть замаскировать какие-то мало тут что ну тут где-то знаешь что-то такое сейчас я придумаю чем сейчас я придумаю мы можем бросить пару горошинок розового перца на доску на доску в произвольном порядке немножко а еще я хочу сюда вставить в разных направлениях вот так да зеленые вставки зеленый лук вот так вот и остатки зеленого лука бросить на доску художественно бросаем ну чтобы да немножко прикрыть какие-то да а грехи которые там могли быть ну вот такая получается история мне кажется а зачем его куда-то нести что-то равноценного можешь получить замену нет ну я ну не знаю просто я могу человеку просто сделать приятно и вкусно даже без расчета на что-то получить взамен ну бог ты мой человек всю жизнь будет мучиться понимать что он у него есть долг нехай мучается долг невозвратный у него есть ну вот короче ничего сложного здесь нету ну надо обладать конечно вкусом чтобы такое соорудить но я бы я считаю такой торт может получить только одна женщина в твоей жизни это мама но тут есть риск у мамы обычно слабое сердце если она увидит такое что сын принес такой торт слушай анекдот на эту на эту тему когда Сара вышла замуж за Абрама приходит к своей подруге и говорит слушай я не могу с ним жить я с ним две недели прожила я уже не могу с ним жить а что такое он постоянно меня ассоциирует со своей мамой мама бы так не приготовила маму бы так постель не застелила маму бы так не убрала я уже не могу та ей говорит ну ты как-то посмотри подумай как ты можешь его отвлечь от мысли о своей маме ну а как ну сексом отвлеки его не знаю бельёк сексуальное если как бы я не знаю ну в общем она пошла купила себе сексуальное чёрное бельё корсет чёрный лифчик все там эти чулки в сеточку чёрные значит и во всей красе вот так вот в чёрном белье на пороге встречает Абрама когда пришёл с работы да тот говорит Сара почему ты в чёрном с мамой что-то случилось ну вот собственно это к слову о маме да о маме да ну нет слов реально вот такой маме действительно надо парить такому мальчику да да ну а здесь уже как карта ляжет понимаешь как да да ну чё тащи спасибо что не уронить бы Евгений за мной не ходи так что не видно ну и и а а а и и и и и Продолжение следует...